Почему так происходит? Почему вот хваленая якобы вторая армия в мире на поверку оказалась вот таким вот собранием, простите, больных и нищих? Ну, первое, что касается ее вот оснащения, в частности, медицинских этих аптечек и так далее, ну, во-первых, все разворовано, это раз. То есть, коррупция это важнейший фактор, который определяет отсталость российской армии во всех отношениях. Неважно, касается табуреток в танках или же аптечек, или сухпайков, вы видели, они тоже немногим улучшают сухпайки. Просто это разворовывание. Страна, погруженная в коррупцию, она не может, вот везде коррупция, а в армии этой коррупции нет. Наоборот, армия-то как раз и была передовым институтом коррупционным. Просто сейчас война, она же это все выявляет, поскольку у этого есть, ну, как бы практическое выражение. Вы проигрываете на поле боя, у вас большие потери, вы не спасаете людей, которые ранены, и это выявилось. Теперь это все понимают. Это первый момент. Второй момент. Давайте будем говорить так. Россия очень отстала и в технологическом, во многих других отношениях страна. Она погружена в архаику. Вот многим кажется, вот если не, вот можно сочетать прогресс технологический и отсталость в политическом отношении. Тирания со всеми этими архаическими какими-то представлениями о свободном мире, обо всем остальном. А жизнь-то раз за разом доказывает, что нет. Для того, чтобы технологически поспевать, нужно иметь свободное творчество. Креативность, она свободу предполагает невероятно. А если ты физика на четвертой стадии рака везешь в Лефортовскую тюрьму, где он умирает на следующий день, то ты никогда не станешь страной, которая, значит, будет угоняться за технологическими революциями, которые одна за одной на Западе происходят. И это не какие-то абстрактные разговоры, да, вещи, которые непонятны. А это всего касается от айфонов до, значит, на электродвигателях и автомобилях. От ракет, которых многоразовых могут со ступенями возвращаться, и заканчивая современными компьютерами и бытовой техникой. Эта же экстраполяция, она ведь и на вооружении распространяется. Там и вооружение соответствующее. Это касается конкретных вещей. Немецкие танки, они с кондиционерами, понимаете? С кондиционерами. А российские танки, их все видели, какие они танки. Ну и так далее, он джойстиком управляет, немецкие танки. Никто не знает, джойстик там такой. Там ни рули, ни вот эти рычаги, там джойстик. Но это как бы не приходит в голову, потому что, пусть специалисты об этом скажут, но Россия предельно отсталая страна. Ей неоткуда взять технологии. Хуже того. Вот они говорят, а мы украдем, говорят, эти цап-царапы, вот эти бесконечные. А оказывается, раньше еще пристальнее в шарашках можно было заставить людей украденное, ну, например, так украли технологию создания атомной бомбы, между прочим, перевоссоздать ее. Ее, естественно, не Курчатов создал, хотя это был гигантский ученый, большой ум и так далее. Но, тем не менее, можно было создать, была индустриальная база. Она была тоже вся немецкая, украденная. Ну, неважно, можно было. А сейчас произошла глубочайшая деиндустриализация. То есть, в России потеряны вообще, говоря, и технологическая база, и специалисты. Их нет. Кто помоложе уехал, те, кто дожили свой век, ушли. И сейчас восстановить эту индустриальную базу не представится возможным, потому что все четверть века никто не старался этого делать. Под бравурное, значит, заявление продолжали молотить советское производство. Ведь воюют с советскими вооружениями. Вот эти танки Т-62. Вот все говорят, почему он 62? Да он с 62-го года выпуска, понимаете? 62-го выпуска. А у нас-то 22-й год. То есть, получается, этому танку 60 лет. Так а сейчас еще более старые версии же будут отправлять на фронт уже об этом. Тоже британская разведка. Ну, бог знает, но Т-62-то мы видим, еще когда отправят, мы посмотрим, да? Но 62-й-то мы видим, вот он. Это же вот их подбивают и так далее. То есть, это говорит о второй причине, технологическая и индустриальная отсталость. И третье, вы понимаете как? Это принципы войны. Они продолжают воевать числом, неумением числом. Вот это вечная проблема советской армии, значит, да и русской армии в прошлом. Воевать числом, а неумением. Почему? Потому что мамки новых нарожают. Вы понимаете, это последняя война, мое глубочайшее убеждение, где воюют люди. Потому что мы уже видим признаки, уже первые сполки, уже машины воюют. То есть, всякие БПЛА, понимаете, какие-то самоходные, самостоятельные, без операторов и орудия, и техника. А скоро будут боевые машины, роботы. Просто, ну как, человекообразные роботы будут воевать. Запад над этим сейчас вкладывает совершенно невероятные деньги, чтобы создавать этих киборгов, роботов и так далее. Ну, киборг это немножко другое. Ну, то есть, просто машины воюют. Это так называется. Все вот футурологию какую-то ищут в этом, фантастических фильмах. А на самом деле, это обычный вопрос технологий. Они должны быть подвижными. И вот Dynamics и другие компании американские работают прежде всего для военных технологий. Потом они уже домашних роботов, уборщицы будут создавать. Там, не знаю, кукол для секса живых и так далее. Это второе. А в первую очередь, они создают боевых роботов. И лет через 10 мы на поле боя будем видеть только машины. Понимаете? Там не будет живых людей. Это очень дорого тратить живого человека. Робота проще произвести. Ему не надо будет платить 7 миллионов. Ему не надо будет платить зарплату ежемесячную. Ему не надо лечить, тратить на него деньги в госпитале. Робот может просто развалиться. Можно взять другого робота, понимаете? Чтобы он летал, ездил там, я не знаю, уничтожал. И сам самоуничтожался. А Россия по сей день исходит из того, что никакие роботы никогда не заменят живого человека. И вот эта стратегия, она чудовищна. Потому что у нее нет вообще никакой перспективы. И ровно поэтому у России в это направление не вкладывается ничего. И не способно вложить ничего. Поэтому на самом деле перспектива ужасающая для России. Это ее последняя война. Понятно, что она никакая не вторая армия мира. Которую она хоть как-то может вытянуть на живом ванне. Дальше уже будут только Х-35 или там какие-то, понимаете? А у России будет в ванне продолжать. Да, Марк Захарович, ну вот вы говорите, что через 10 лет на поле боя. Очень хочется верить, что через 10 лет уже не останется поле боя не только в Украине. Но и в целом мир успокоится. Люди будут воевать. И после страшных ошибок, которые допущены были в адрес Путина. Которым, не знаю, позволил что ли мир вот так вот вторгнуться в Украину. Я надеюсь, что через 10 лет этого уже не будет. Я сейчас не только про Путина говорю. Марк Захарович, по поводу вооружения, техники и современности. Получается, что идет война не только добра со злом, но и будущего с прошлым. Абсолютно точно. Совершенно точно. А если говорить не только про вооружение, но и про человеческий ресурс. Мы часто слышим, что вот Россия 140 миллионов человек. Но на самом деле уже меньше. Но тем не менее, что вот этот человеческий ресурс, которого очень много. И вот они готовы из депрессивных регионов идти, идти и пополнять ряды. Но возникает же вопрос все равно, что в какой-то момент наступает прозрение. Многие видят, смотрят материалы, понимают, что их используют как пушечное мясо. И в конце концов, не хотят просто жертвовать свою жизнь, менять ее непонятно на что. И второй нюанс, это то, что даже тех, кто и готов идти вот этим пушечным мясом. Их же надо как-то обучать. Ну, их же надо как-то, ну, просто же, говорят, беги туда вот от забора до обеда. Ну, пока вот выглядит это все так. Сегодня, кстати, да, сегодня, по-моему, вышла нормальная такая статья, или она вчера вышла, на РБК, посмотрите. Я сегодня в своем стриме ее обсуждал на удивление. РБК-то, в общем, Кремлю принадлежит издание, но они расследование провели, кого нанимают и кто нанимает для войны в Украине. И там и ЧВК Вагнера, там и военкоматы, все. Как происходит процесс, типа, журналист изобразил из себя, значит, потенциального комбатанта, и вот он позвонил и разговаривал со всякими рекрутерами и так далее. Очень интересный материал, потому что там очень многое понятно становится, чем люди руководствуются, куда все идет и так далее. Вы понимаете, как? Здесь нужен эффект накопления. Накопление. То есть нужно, чтобы перемололось еще какое-то преизрядное число для того, чтобы уже начало доходить. И, конечно, тот, кто потерял кормильца, тот, кто потерял сына, мужа и так далее, наверное, для них уже многое становится понятным. Наверное. Вот. Они не до конца понимают количественных масштабов. Вот это очень важно. Россия, прежде всего, борется, ну, российская пропаганда, Кремль, Минобороны, чтобы не сложилось общего впечатления, что погибло там несколько десятков тысяч человек. Ну, пусть 40 тысяч, 30 тысяч, но неважно. Вот это устрашающе, потому что в этом есть какая-то метафизический страх перед... А как же, ну, а если 100 тысяч погибнет? То есть для Кремля это все равно, ему наплевать, сколько погибнет. Но вот для этих людей, а тем более для тех, кто витает в представлениях, да ладно, это какая-то развлекательная прогулка, это же не война, это спецоперация, возможно, не до конца понимают. То есть человек, отправляющий туда, что он не на заработки отправляется, а он на тот свет отправляется. Вот важно этот мостик, чтобы он возник уже окончательно в обывательском сознании. Для этого, конечно, нужна максимальная информация, желание эту информацию получить, доступ к этой информации. Ну, она легкая, она через интернет получается. Проблема с самими людьми, что они ее не приискивают, особенно те потенциальные, значит, люди, отправляющиеся в зону боевых действий, потому что это их впрямую касается, что с ними будет происходить. Я думаю, что как бы все идет в правильное направление, но слишком медленно. Потому что эти люди должны смотреть наши программы, они должны смотреть видео, они смотрят ТикТок, Ютуб и так далее, где вот это все обильно представлено. Что с вами будет, не знаю, в Северодонецке или в Лисичанске, а то и в Краматорске или в Бахмуте, где угодно. Вот пока мы не заставим этих людей задуматься посмотреть над этой перспективой, ну, я думаю, какое-то время они все еще будут пребывать в ощущении, что там гибнет чуть-чуть, но зато какие победы, какие достижения, понимаете? Спасибо. 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 Спасибо.